Этот год оказался непростым для аграриев. Несмотря на увеличение посевных площадей в Ульяновской области, количество урожая по сравнению с прошлым годом может уменьшиться. Всему виной поздняя весна, да к тому же постоянные дожди и перепады температур. Как следствие, незрелость урожая. Взвиг по дням уборки, конечно, уходит на поздние сроки. Понятно, по каким причинам. Потому что мы в мае, в июне наблюдали температурный режим ниже многолетних данных. Поэтому органогенез сельскохозяйственных культур проходила в замедленном темпе. И сегодня мы видим на посевах и зерновой группы, на посевах бобовых культур, подсолнечника, что получается, что у нас уборка будет проходить на более поздние сроки. В некоторых южных районах уже приступили к пробному намолоту. Но основная работа по уборке урожая начнется к середине августа, на несколько недель позже обычного. Это также ведет за собой определенные риски из-за погодных условий. Несмотря на инновационные технологии в агропромышленности, стоит учитывать ряд других немаловажных факторов. Важно понимать, что впереди не лето, а осень, и могут возникать определенные трудности. Нужна быть четкой организацией труда. Нужно будет понимать о том, что нужно выдержать календарные сроки уборки. Нужно будет дорожить каждой минутой. Поэтому я считаю, что все труженики агропромышленного комплекса в этом плане уже все знают об этом. В этом году общая посевная площадь составила 1 миллион 87 тысяч гектар. В настоящее время из-за плохих погодных условий погибло чуть больше 21 тысяч гектаров зерновых культур. Но расстраиваться не стоит. Несмотря на сдвиг календаря, агрохимики уверяют, что качество зерна не снизилось и урожай в этом году будет хорошим. Качество у нас не изменилось. То есть сельхозпроизводители сейчас привозят нам как раз-таки образцы. Мы их проверяем. По качеству, на мой взгляд, каких-либо существенных изменений в худшую сторону не произошло. Учитывая поток образцов, который происходит буквально с прошлой недели, начался невероятный поток заявок, можно сказать, что урожай в этом году будет очень хороший. Во всех районах региона создаются комиссии для контроля на молото. Также в этом году начнется реализация федеральной программы в ГИС «Зерно». Система предназначена для отслеживания партий зерна и продуктов его переработки. Пока в программе приняли участие 21% товаропроизводителей. Ну а для тех, кто не зарегистрируется в программе, продать зерно будет невозможно.